Итак, что такое коллаген и зачем он нам нужен? В первую очередь коллаген это белок, который входит в состав наших суставов, хрящей, связок, ногтей. Но казалось бы, зачем он нам нужен, зачем нам его принимать? А дело в том, что с возраста примерно 25 лет количество коллагена, который у нас вырабатывается в собственном организме, начинает катастрофически уменьшаться. Причем самое обидное, что у женщин выработка собственного коллагена ухудшается значительно быстрее, чем у мужчин. И вместе с этим коллагеном мы с вами теряем нашу красоту, эластичность нашей кожи, быстроту, легкость наших суставов, соответственно, нашей походки. Коллаген это незаменимый компонент для здоровья нашего организма. Ну и чтобы понимать в цифрах, доля коллагена в белке достигает 35%, а кожа, внимание, на 75% состоит из коллагена. Конечно, нам нужно его откуда-то получать, получать те вещества, которые будут синтезироваться в нашем организме, и с помощью них будет получаться, появляться, вырабатываться собственный коллаген. Мало того, что с возрастом коллаген начинает хуже вырабатываться, так еще на него влияют сладкое, курение, стрессы, воздействие солнечных лучей и быстрые потери или резкие наборы веса. Существует три вида коллагена. Это животный коллаген. Он самый популярный. Его легко перерабатывать, и он имеет доступную цену. Идеально, если он будет в качестве порошка. Далее, существует еще рыбий морской, так сказать, коллаген. Он очень хорошо усваивается, но имеет один существенный недостаток. У него короткий срок хранения. За счет этого у него получается высокая стоимость. И существует еще растительный коллаген. Он схожий с животным коллагеном, но у него очень сложный процесс приготовления, и из-за этого у него очень высокая стоимость. Еще важный момент. Я уже сказала, что лучше выбирать в порошке, не в капсулах, а именно в порошке. Это максимальная усвояемость у коллагена. И он должен сопровождаться витамином С. Потому что без витамина С коллаген в нашем организме, собственно, не будет вырабатываться. Это принципиально. Поэтому, чтобы вам не пить из 10 баночек, лучше купить сразу коллаген с витамином С. Коротко про дозировку. Для здорового человека, для профилактики, для здоровья кожи, для общего хорошего состояния, необходимо принимать 5 грамм в сутки. Если у вас есть показания к применению коллагена, то есть проблемы с суставами, какие-то хронические заболевания, то нужно увеличивать дозу до 10 грамм в сутки. Надеюсь, у меня получилось рассказать вам про коллаген, донести основные его ценности, почему он нам необходим, как его правильно выбрать, на что обратить внимание. И теперь вы сможете совершенно спокойно выбрать самый лучший, качественный, подходящий вам по цене коллаген. А в нескольких следующих роликах моих будет рассказ о том, какой коллаген выбрала для себя я.